Выборы старшиней молодежьего парламента четвертого скликанья при Гродинском областном совете депутатов пройшли у регионе. По их выниках, керавником региональной структуры Абрана Ганна Тусевич, проставница Купалского университета. До слова, сцелета молодежь парламент, сформированный из двух палат – Вучневской и Студенской. Их проставники собрались на другую сессию, в рамках которой были вызначены керавники структур, огученные пропановы и новаторские идеи, корысли для развития Принеменского края. Ирна Юшкевич продолжит. Яны – вучни старейших классов, простонюки профессийно-технічных и высшейших научных установ региона и разом с тем молодые политики, которые пройшли про самоправдную процедуру выборов и далее обязанности стать проводниками интересов своих выборщиков. Каждый гражданин должен проявлять свою социальную позицию. Я решила, что я могу стать лицом нашей школы в представлении для города. Я готовлю небольшой проект по профилактике против принятия наркотиков среди молодых людей, потому что я считаю, что это очень большая проблема среди молодежи. Поэтому я хочу с этим бороться. В Гродинском регионе молодежи парламент Денича с 2012 года при областном совете депутатов. Эта структура означает специалисты – эффективная плясовка для самых инициативных молодых. Это 122 молодых парламентария, которые живут интересами нашего региона, предлагают инициативы по развитию досуга молодежи, реализуют экологическое направление различные проекты, ну и, конечно же, приобщаются к обучению и разработке локальных нормативных документов, сотрудничая со взрослыми депутатами, которые являются членами депутатами Гродинского областного совета депутатов. Фактично, областные молодежи парламент четвертого скликания сформированы. Створны две палаты – Вучневская и Студентская. Пройшла установочная сессия. Наступная задача вызначится с керовництвом. Шляхом открытого голосования, проведенного в формате конференц-сувязи с всеми районами, на посаду старшини молодежи парламента при областном совете депутатов обрана студентка Купаловского Ганна Тусевич. Я, как студент высшего учебного заведения, естественно, заинтересована в развитии образования. На данный момент я буду разрабатывать проект, связанный с академической мобильностью, для того, чтобы наши студенты могли обмениваться опытом со студентами из других стран. Как председатель молодежного парламента, я понимаю, что моей задачей является аккумуляция всех идей, всех проектов. То есть, конечно же, будут поддерживаться все проекты интересные и действительно социально важные. Особливая увага на сессии была нададена мероприемством, накерованным на антирекламу и профилактику наркозалежности, объединенных под назвой «Миссия жить». Акция, до слова «Инициатива молодежного парламента первого скликания», продолжается на Грозеншине уже восьмый год за бар. Под час сессии на обмеркование были вынесены и инициативы на новообранных депутатов. Наибольшие актуальные проекты обещают поддерживать представники Белорусского республиканского союза молодежи. Те, наверное, новинки, которые в том числе и союз молодежи предлагает активистам, будут реализованы, мы надеемся, и при помощи молодежного парламента. Так как, конечно, наверное, 90% сегодня молодежи депутатов нашего молодежного парламента – это активные члены союза молодежи. За восемь годы деяния молодежного парламента у регионе реализована амальпау тысячи проектов. У статусе молодых депутатов побывали амаль три сотни хлопцев и девчат. Задача на новообранных – выпрацовка перспективных идей по самых разных направлениях, корыстных для развития региона. Чекается, что самое значное из них будут пропонованы для разгляду и наступного увасабления в житё дзеючим представникам Гродзенского областного совета депутатов.